Это не просто фотовыставка, это целый проект под названием «Глазами единства». В нём представлено 50 уникальных по своей красоте природных изображений – вершины, леса, океаны, закаты и рассветы. Раскрыть авторское видение работ Наталья Беленцова и помогает её книга, которая также была представлена на открытии выставки. Она делится своими впечатлениями о путешествиях, о своем видении природы, вообще как она учит нас жить в гармонии с природой. Выставка «Планета Земля. Лекие единства» прошла уже в более чем 100 городах России. Таким же путешественником является и автор работ Наталья Беленцова. Ей довелось посетить более 30 стран мира. Собственно, благодаря этому и появились такие необыкновенные снимки. На открытие выставки 20 февраля пришло более 40 человек. Один из них – Виталий Карпинский. Он также занимается фотографией. Я вот в Норвегии был знакомый ландшафт, картинки фиорды знакомые. Исландия тоже был. У всех своя красота, своя природа. Но видите, он специализируется на таком дикий край. И при том почти кругом север. Я вот тоже только на север езжу. Ну, здорово. Пейзажи впечатлили и других посетителей. Впечатление такое, как будто вот что-то разбросало по природе. Вот эти валуны, которые забросаны, вот этот пейзаж. Интересно. Вообще, сами по себе картины очень интересные. Но для меня, которая даже совершенно незнакомая, крайне знакомая, интересно. Посмотреть можно. И неоднократно. Работы на выставке сгруппированы. Каждый снимок индивидуален, но в то же время, несмотря на разные ландшафты, объединены тонким сходством. Посетители выставки насладились не только красотой природы, но ещё получили небольшой и приятный подарок от автора – открытки и книги. Персональная выставка Натальи Беленцовой продлится до 10 марта в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея в торговом центре «Феникс». Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.